здравствуйте друзья применение мембраны в туризме мембранных тканей в нашей стране остается ну на мой взгляд достаточно не очевидным делом в нашем туристическом сообществе единого мнения нет есть определенное количество людей которые мне часто пишут кстати что мембраны зло мембраны маркетинг и от мембран только хуже ну в данном случае это их право ну в целом в мире мембранные технологии в туризме набрали конечно уже силу большинство путешественников мы уже не видят себя в лесу в пустыне в джунглях где угодно без мембранной куртки мембранных штанов мембранных мембранных ботинках хотя говорю что есть и фирмы которые до сих пор продолжают даже известные мировые фирмы которые выпускают модели как с мембранами так и без мембран моё знакомство с мембранными тканями началось где-то наверное с конца 90-х годов году 98 сначала с обуви а потом из одежды и за эти 20 лишним лет я уже осознал конечно и плюсы и минусы мембранных тканей в полном объеме но время идет технологии развиваются и появляются новые вещи с мембранами вот например носки и шапки и что забавно и носки и шапки с мембраной у нас уже на канале были и появились обзоры на это снаряжение уже достаточно давно если говорить о шапках то очень долго ну не знаю года три или четыре я пользовался шапкой с мембраной винд стоппер это в некотором смысле не до мембрана да то есть она от влаги не защищает она защищает только от ветра а носки были от фирмы дэкс шелл одной из самых известных которые делают вот такие вот вещи с мембраной и в принципе я их использую достаточно регулярно но сразу когда я начал использовать носки дэкс шелл сразу возник вопрос с износом и износом самого носка и износом мембраны потому что это с одной стороны носки для путешествий но это не трекинговые носки те что есть у нас уже на канале обзор а вещи о которых я сегодня хочу рассказать это носки и шапка от фирмы дэкс шелл которые как раз в которых как раз эти проблемы решены то есть здесь полноценная мембрана и в носках и в шапке и использованы в принципе они заточены по на использование в сфере аудор да в том числе и в походах давайте начнем с носков не пугайтесь они растягиваются на них прям даже написано размер где-то было у меня до 42 но они вот выглядят такими маленькими действительности они очень хорошо тянутся но об этом я сейчас скажу носки с мембраной на мой взгляд вещь совершенно не очевидны и то есть если вы уже являетесь обладателем пары ботинок а то и двух пар ботинок с мембраной то зачем вам носки ну вот есть тут нюансы мы за прошедшие несколько лет уже более-менее сформировали свое представление и свои такие сценарии где можно использовать мембранные носки давайте я попробую их перечислить прежде всего это когда в мембранных ботинках жарко когда вы идете по той территории где вот эти настоящие трекинговые тяжелые с толстой кожей ботинки просто превращают ваши ноги в печку у меня такое сейчас случается очень часто поэтому есть такое решение вы берете вот первый сценарий вы берете и отдельный ролик ему посвятил вы берете модель буквально сеточную то есть в данном случае у меня это соломоны с высоким берцем и фактически состоящие из сетки то есть они дышат совершенно свободно и я их надеваю в так таких условиях как правило это все-таки условия не очень сырые и нашу с обычными трекинговыми носками но вот такие носки я беру с собой если попадается какое-то поле например с покрытой росой или какие-то но еще особые условия там переход по воде то я просто надеваете носки снимаю трекинговые надеваю эти иду прямо в мочу ботинки потом поскольку ботинки сеточные они быстро сохнут то их можно подсушить после выхода из воды или там вот с поля с росой поменять мембранные носки на обычные трекинговые и в принципе двигаться дальше второй сценарий при котором можно использовать такие носки это несомненно когда у вас уже отличный набор ботинок без мембраны а вам хочется получить бонусы мембраны тогда вы просто берете ботинки без мембраны и используйте такие носки третий вариант который можно ну чисто теоретически предложить предположить что у вас души жабы покупать ботинки там за 200 евро с мембраной тогда можно взять какие-то простые боты и использовать мембранные носки которые ну чисто теоретически существенно дешевле чем целые мембранные ботинки хотя это сценарий для меня наименее очевидные сейчас мне кажется на рынке достаточно недорогих или там ботинок ботинок средней ценовой категории которые вполне нормально то есть они с мембраны и они каких-то совершенно терпимых цен ну и четвертый сценарий он мне кажется больше более реальным это аварийный сценарий положим ваши ботинки такой бывает вышли из строя или вам начали сильно натирать и тогда он девать такие мембранные носки которые у вас там рюкзаке и надеваете те тапки которые выбрали для лагеря и доходите там до необходимый маршрут но при этом у вас сухие ноги думаю что зрители а я знаю что многие пользуются потому что писали когда первый ролик выходил накидают еще наверное изрядное количество сценариев использования таких носков давайте немножко про сами носки модель который который на модель о которой я рассказываю это это дэкс шелл террэйн уокин анкл сокс как я уже говорил если мембранная ткань находится без дополнительной защиты изнутри то тогда может произойти либо разрушение самой мембраны например из-за повреждения при трении ногти ногти особенно нужно стричь при использовании мембранных носков мембранных ботинок но также это может быть просто и при истирании и при длительном использовании при длительном походе поэтому в данном случае мы имеем с вами по большому счету трекинговые носки с мембраной вот это главное их отличие это что мне бросилось глаза когда я заказывал эти носки то есть здесь есть во первых укрепляющие вставки они находятся на носке на пятки и на подъеме стопы что для меня тоже существенно высокий подъем вот и если вы посмотрите изнутри то носки покрыты ворсом да и это сам один из самых важных признаков вместе с укреплением пятки и носка трекинговых носков потому что таким образом они защищают и саму мембрану от истирания и от повреждения и защищают вашу ногу от мозолей то есть в принципе самая главная фишка трекинговых носков в том что в них меньше натираются ноги да и в данном случае мы видим что это стопроцентные трекинговые носки с встроенной внутри мембраны парель снаружи у них полиэстер с добавками эластана и как я уже говорил эти носки прекрасно тянутся и нализают на размер от 38 до 42 это моя модель и у меня 42 они сидят мне просто как влитые а внутри же нейлон с кул максом и вот если кто интересуется не только туристическими носками да я знаю что вот кул макс уже оценили не только туристы кул макс оценили очень хорошо они люди которые занимаются всяческим страйкболом служит в армии у нас на рынке сейчас достаточно много вещей например из английский из английской армии которых широко используется кул макс и те кто вынуждены там бегать долгие какие-то марши они оценили насколько я знаю эффективность этого материала который очень хорошо отводит под в данном случае он отводит под от ноги и от отводит под к мембране которая его испаряет кстати немножечко о технических данных если честно фирма не поделилась техническими данными а у мембраны это существенный момент и я так сказать своими путями косвенно узнал по моим сведениям здесь водостойкость 7000 миллиметров у мембраны пары носках и в шапке а испаряемость 10000 миллиметров на сутки на квадратный метр да то есть это показатели среднестатистической мембраны но дело в том что в принципе наверное это ровно столько сколько нужно и для носков и для шапки мой опыт использования этих носков показал как раз следующее что здесь сочетаются плюсы и трекинговых носков и сочетаются плюсы мембранных носков поэтому основные и основные минусы а соответственно нивелируется трекинговые носки промокают мембранные носки плохо защищены от истирания данном случае здесь мы видим такой очень удачный гибрид но все равно стопроцентной замены обычных трекинговых носков они не станут то есть я если буду собираться то я буду брать несколько пар трекинговых носок и эту пару как вариант либо аварийные либо вот для носки в совсем легких тапках фактические сетки ну давайте перейдем к следующей еще менее очевидной вещи как шапка с мембраной вот она у нас тут такая совершенно обычная с виду и только легкое шершание и на ощупь она выдает что там есть мембранная пленка как я уже говорил у меня уже есть опыт использования мембранной шапки с мембраной противоветровой и с одной стороны все было очень хорошо потому что противоветровая мембрана закрывает полностью уши и у вас в них не дует и не простужаешься и здесь наверное это тоже такой же важный плюс сохраняется но та проблема которая у меня была с первой шапкой было в том что там была тугая вязка и одновременно еще вот эта вот мембрана по кругу она фактически сдавливала голову и сползала на затылок с такой знаете гопницким колпаком таким здесь данном случае мы видим мы имеем такой полноценный нормальный покрой который позволяет носить шапку так как вы любите но если вы любите колпаком то вы тоже ее можете носить ну это шапка с которой я сравниваю получается да у нее не было мембрана сверху она если шел дождь или мокрый снег то она намокала данном случае шапка не намокает и дышит и почему я говорю о ней как не 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 очень очевидны для туриста вещи вот ну конкретно вот этой дело в том что если вы идете в поход и вас накрывает например с мокрым снегом или дождем что вы делаете надевать капюшон и эта шапка ну у нее тогда функции и мембранная не работает то есть она работает она отводит влагу когда вы потеете у вас на голова остается сухой и это важно но при этом она не держит воду потому что вода на нее просто не попадает предположим вы крутой у вас есть мембранная шапка и вам не нужен капюшон вы его снимаете и да вам на голову не льется вода но за шиворот она все равно льется поэтому вот такая стопроцентная польза здесь не очевидно но в контексте отвода влаги она конечно очевидно сто процентов если вы взмокаете на маршруте а потом попадаете под сильный ветер то вы можете простудиться а в данном случае здесь у вас влага будет отводиться головы и соответственно вероятность того что вы простудитесь меньше потому что волосы все время сухие ну есть еще одна такая история дело в том что когда я хожу в поход я беру такую шапку фактически круглый год не только зимой весной или осенью а и летом потому что если прохладная ночь в такой шапке нормально спать а эта шапка но поскольку здесь есть мембрана на немножко так шуршит и насколько это будет комфортно то есть если у вас крепкий сон вообще не будет мешать я сплю достаточно тревожно и поэтому я наверное буду реагировать да еще одна интересная история дело в том что если вы одеваете эту шапку то вы станете слушать слышать хуже через мембрану звук идет хуже мы подумали что наверное есть еще одно какое-то такое полезное свойство этой шапки для бегунов то что далеко не всегда люди бегают там в специальной ветровке с капюшоном и если такую шапку надевать его случайно застигнет снег или дождь на пробежке то наверно будет ничего и мы отдали эту шапку на тест андрею это участник нашего клуба вы его часто видите он выступает у нас как модель и одновременно он еще часто выступает как оператор в это время вы его не видите как как бы он на за камерой но и у него ощущения оказались такие двойственные с одной стороны это прикольно но были забавные минусы давайте послушаем необычно во-первых первое ощущение которое было я ее просто надел еще в клубе когда мне впервые далее и она реально глушит звуки снаружи немного а потом она в ней сильно не продувает это вот я пока бегал у себя на заливе ощутил это очень хороший плюс в чем в ней меньше потеет волосы там где есть мембрана это правда но в чем минус вот этой конкретно шапки у нее мембрана есть не везде ну то есть мембрана что-то дорогая целиком ее не покрывают и есть такой ободок вот где-то вот здесь где чисто обычная шерстяная шапка сева прикрепит фотку или уже прикрепил где я после того как побегал сфоткался в ней и вот как бы вот здесь реально все мокрое то есть сверху до сухо потрясающе клево все волосы сухие но как бы глобально не спасло поэтому но не знаю в походе наверное хорошо будет немножечко о самом изделии здесь внутри находится мембрана парель и внутри шапка флисовая вот видите здесь черное все и это прекрасно потому что от флиса не чешется голова у меня вот от шерсти очень сильно чешется голова когда я только начинаю обычно сезон носить шапку ужасно это ненавижу а снаружи смесовая шерсть и акрил то есть она и достаточно тепло достаточно греет и одновременно голова не чешется это хорошая вещь вот но я задумался наверное я совершил небольшую ошибку выбрав именно эту модель потому что в принципе эта модель действительно может быть подходит для пробежек для городской жизни такой вот питерского по питерской погоды а для туризма наверно подойдет другая модель этой же фирмы дэкс шелл с мембраной она такая знаете с ушками и с пумпоном и вот как раз эти ушки они наверное окажутся решающим таким плюсом я в действительности такую модель просто шапки с ушками или может быть мембраны я не знаю часто вижу на профессионалах которые ходят цеть там крутая куртка вы наверное видели такую картину крутая куртка крутые ботинки и дурацкая шапочка с пумпоном и с ушками в действительности это очень правильная шапочка в походе потому что в ней особенно весной поздней осенью зимой полный рост чтобы закрывала уши и было более комфортно так что может быть я себе прикуплю вот ту шапку а эту мы отдадим на длительный тест андрею кстати у меня есть свой тег на инстаграме для таких шапочек с пумпонами с веревочками он называется crazy hats lovers под если вы пометите с себя фотографию с дурацкой шапкой то вы присоединитесь к нашему сообществу вот я уже там кучу фоток с дурацкими шапками выложил приглашаю ну а представительство фирмы декшел мы благодарим за предоставленное снаряжение я думаю что это в любом случае для туризма шаг вперед и мембрана носках и в шапке они на месте они там где нужно если у вас есть опыт использования подобной шапки и носков расскажите пожалуйста будет интересно и всем хороших походов и до встречи в поле